всем привет с вами инженти и миг воин всем здравствуйте да возвращаемся мы уже на третью карту между командой куэрт и и пионат победитель победителя этой карты ждет уже команда киев ашера но они ашера называются но пока они еще киев их не переименовали да у нас тут пока что первым пиком от команды не помнит заходит висп но и в бан пресс такие герои как шадов финн дазл без мастера акции первым пиком команда кварти берет тролля какой такой респект бан можно сказать дизраптор но уже интересно уже очень интересно квартире готовят такую заготовочку под тимфайт хорошую заготовочку думаю мы тут увидим тайт хантера того же который отлично сюда подойдет ну или пак например или магнус или много кто может заехать то подобное но вот они помнят мы я думаю сейчас увидим тени тени висп все таки тени висп на мид спокойно заходит посмотрим пошел по поставим вот кстати есть же такой герой еще как и тарксир под дизраптора под статик шторм все таки заходит идеально магнус от командами помнят не палят страны может быть не хоть не хотели отдавать магнусы и взяли себе вполне так неплохо хотя нет забыть магнуса можно было может они хотят пройти по кого то другого вот тот же пак да просто могу со себе забрать принципе неплохо опять же если все таки это будет тени то под р.п. прокаст киника идеально заходит забанили сларк ну сларк мог заехать в мид неплохо забанили еще джаггернаута ну висп может быть связкой к почти что любым кири героем да это тоже медуза это хаос кнайт это кто у нас тумас еще рак оптер на герак оптер то есть связок очень много с исполн до бисп я не знаю как бустер для мэн кэри сам по себе так она есть ну чтож четвертый бан посмотрим кого туда правят командами пионат но опять что до кого то кто хорошо взлетает по темпу это там тоже дает хантер который может дать массовый дизайн был это может быть тот же пак с ауе с аленсом и дремку но нет они забанили вайдам который мог послужить все в роли хардлайнер а в принципе там уже вот кстати начались матчи на фантом ассаси команды кверти эти которые 18 лет верно которую 18 на третьем канале команда аурили против команды рейдж на четвертом xx5 против нтxq и на шестом и письки против в общем то да используйте мульти твич и смотрите трансляцию он сразу же на всех каналах starlator но в команда амипа не берут вот это ты кстати заметил заметил под макнуса под рпшку пуф и пуф-пуф-пуф ну да и против мартеры будет очень эффективно но командами помнится забирать бристалл бека уже стихотворительная связка висп плюс бристалл бек такая связочка может убивать лучше летать все-таки с макнусом на неожиданности ловить и так вот за спину залетаешь его и макнус и так рпшечку хлоп и если это будет мипа то пуфчики хлоп минус лица хлоп 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 посмотрим что ты смеешь считаю конфу тебе смешно то не особо ну правде мне очень смешно так ну бонус тайм идет до сих пор не взяли героя нужен сейчас саппорт и оффлейнер ну тот же кстати вич доктор может заехать под статик шторм дизраптора касочки тролль фантомка спокойно развалит лица но она оффлейн какой-нибудь кентавр например догонять убивать ну или чтобы убивать взять кого-нибудь вайпера было бы неплохо посмотрим заканчивается бонус тайм команды кварт 10 секунд никого пока не взяли найт сталкер как бы полонар не был тут саппортом ой 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 команда москов 5 показывала уже найт сталкер саппорт вич доктор заходит тем временем команды и помнит ну и баланар заехал в одно из трех игр как бы сейчас они себе смертный приговор не подписали не помнит хорошая связочка которая может себя хорошо реализовать в лэйте да с тем же вич доктором магнус когда особенно если вич доктор соберет аганим у команды из команды кверти есть уже хороший пик который может себя показать в ярли и мид гейме да с этим баланаром стим артрой тролем это будет очень эффективно но и команде квартир необходимо еще один саппорт а команде неполнат кэрри дам фармящий кэрри то что у них есть два саппорта у них есть хардлайнер у них есть метр но им не хватает мэйн кэрри который будет противостоять всем артре и троллю шейкер появляется подождите баланар у нас оффлейн получается баланар может пойти в мид но он может нет 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 тролль нет но и сталкер оффлейн и трипла марта дизраптор шейкер не нравится мне этот пик очень сильно не нравится просто трендец как не нравится это мы это все поняли уже ну ну посмотрим что с этого получится пятый пик командами повнет нужен кэрри тот же тени например с виспом на мид да вот если так посмотреть кто тролль фантом к или night stalker на мид пойдет у команды кварт и тени с виспом просто салатину размотают их там а стоп тени забанен о боже ага вот забрать не заметил я пак тени а все этот упор на распинались статьи не заедет шикарная парня находится это мипа и по лунах и наконец то но это не е против них шейкер играет какой е да шейкер фигня 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 по шейкер вообще мы видели что только что шейкер от команды квр на 18 минуте пятый левел бегает поэтому посмотрим что в итоге получится но команда мипа взяли мипа так собственно начнем с команды и полнед экскалибур играет на макнусе симба бристолбек пайлайдай играет на его хани вич доктор и кого-то я забыл макнус вич доктор мипа конечно же мипа в 33 команда верт лесащий играет на шейкере супреме на тролле сасу играет на night stalker ниша играет на дисрапторе и экзотик дир на фантом ассасин смотрим на расстановке мипа вич доктор идут вниз виспы бристолбек сверху и магнус на миде вот расстановка 2 1 2 в принципе виспы и бристолбек спокойно будут стоять сверху против похоже что фантомки снизу ловят мипа фиссура косточками откидывается прохал тут себе путь в 3 3 и спокойненько уходит но на миде кто будет тролль и похоже что все таки балнар будет стоять один или нет или да так наверх бегут саппорта да у нас night stalker оставляют стоять одного на мид тролль и сверху шейкер дизраптор и фантомка ну что ж последняя карта победитель выходит в одну четвертую проигравший покидает квалификации команда и повнет против команды квад поехали похоже что микоин у нас опять отвалился нет нет я здесь я свежу за игрой да все в порядке тем временем супрема завезли немножечко наваляли так сурки неплохо так нанечко ну да там стало же калипс виспал тем временем сверху полагай следает даггер ниша умирает но и всем проливает фаба пола это уходит с проблем особых неплохое начало для команды непонят но тем временем она виспу умер от нейтральных крипов чтобы там не идти на базу не тратить время просто взял и убился в нейтральных крипов ну такой быстрый телепорт да и тем более он сразу возвращается на линию уже с бутылкой ну и все теперь колючки можно просто по колдаун забрасывать если что висп паре генит мне как-то проседает да вот а сейчас я попробую быстренько это все пофиксить дело ну там особо пока что ничего не происходит но вот только магнуса на миду у нас супремя все таки забил да ну еще в игре становится 2 1 в 33 также фармится на боте сетом фнатик у него шляпка подписано гифтбай скупы да забавно сейчас появится второй кипарь пойдет может быть с такой пресс у миража не получается забрать баунди бомбина забирает шейкер ну тут теперь мираж без рун будет хотя утра на счет да тем временем символ у нас уже под тавром у команды кверти да в принципе почему ему бояться если что с виспом он тут стоит тот сможет в любой момент паригенит тут счет вот сделали в общем агрессия от команды миппо вполне оправданно и если ничего снизу кстати тем временем погибает у нас найт сталкер появляется второй мипарь а еще два два и теперь их двое да ушло двое но да все тролль пятый уровень четвертый фиссора прилетела но не совсем удачно хватило перекрыть сверху там уже конкретно прям так как бы так вот он дал больше уже проблем проблем большим в принципе кто прислал бы как очень и гадко и по форму на приседая всего лишь 8 на 2 у него крип стат 8 крипов то вообще ни о чем да и пока что бринка у нее нет то есть эскейпа грамотного пока что нету да если на нее прямо сейчас напасть то ее спокойно можно будет увидеть более дезраптора климс в колдауне и спасти он никак не сможет но и нападают снизу на сталкера 5 сеточка еще доказки пов политик тем временем ворота забирают на виду такс мираж от хилле но и все минус магнус такс еще нападать на пайлайда опаладая проблема топоры и все минус пайлайда это был кило цупрема тем временем убили баланара на бочке да я смотрел за этим фрагом там казалось бы уже все ми по щас отправиться в таверну но фласс очка и насчет выриснуться 3 4 но ведет нас пока что команда кверти но вот по графикам этого не скажешь еще хоть какое то маленькое преимущество есть в команды но она не значит афиг то есть вот прошло что нет ну просто я смотрю может там чуть у них и есть но сейчас так его полна начинает агрессировать в ответ на низ прилетел у нас да сейчас все . так сасу умирает да еще и каски что ж проблема у команды кверти а вот тем временем миража хотят гонгануть ниша рядом у них есть глимс ну и супрема а вот супремая лоха п я бы так не рисковал таки очень опасно там у него врываться плюс там он завести не может кинуть шоковоев и сделать очень больно супрема так сверху но вроде как фантом к чуть-чуть чуть-чуть то подобивает крипов 16 на 2 конечно у нас бистолбек имеет 28 на 3 намного но все равно она очень сильно отстает тоже ми патраля магнус и тем временем миража ловят на миду андерстрайк аски хорошо цикет в нишу ниша серьезные проблемы еще и замедлили от этой сеточки ну и все минус миллидик под супрема супрема завезли и убили да минус 2 от команды виповнут ой там шейкер фиссурочка ой ты одна тычка ой крип да ладно 3 хп живет живет нас еще мираж ну и мираж без собых проблем просто уходит эээ и регенится да сейчас очень сильно повезло здесь магнусу просто 3 хп ну там удивляешься когда человек на 10 хп уходит а тут 3 это вообще копейки так балонар ну уже почти готово урна но все равно мипа уже бегает с пт 900 золото чувствует себя уверенно на миде тролль бутылка ну и рп у магнуса пока он куда-то идти я думаю не будет продолжит фармить какие-то арканы может купит ну а потом ближе к девятому и десятому или уже со вторым рп пойдет убивать ну там уже к стюме по 7 уровень он фармит без особых проблем ну вот балонар не может подформить он встает даже от мартры там у него 23 на 3 крипстат но так как то бы формить у него это не очень получается еще получат и точку еще однажды кастерин пресс нет для директа минус сасу там уже сасу бешенца просто умирает ну все 4 так вот и очень уверенно игра над командами то есть они и сверху доминируют и снизу убивают балонара но вот теперь проблема там еще плюс тп атроля пола и дай так и все таки нравится но не то есть я ошибся с уверенной игрой да скидем с как знаешь потом кому это уйти вроде бы дешевле все хорошо спорта 7 марш нет может может разместить это правило но не там еще все равно лицо и минус 2 то есть я ошибся то что не уверен найдут пока погибли сверху но это как уйти по тонкому льду ну идешь идешь да вроде бы хорошо и тут бац и все проваливаешься да конечно не повезло а вот супрема могут сейчас убить рп есть завести можно сторожей рп шок вейв супрема завозит еще пару тычек пришел сразу же саши у саши нету маны супрема ну перед смертью навалял по элайдай сейчас висурочка добьет нет живет хорошо сразу к миражу но там уже ниша запер но ниша сейчас умрет а вот ха не умирает не смог телепортнуться домой теперь сасу будет пытаться убить миража у него сейчас появится воин но там рядом симба что же он теперь то будет делать рядом подходит еще экзотик экзотик блинкается убивают там миража теперь симба но очень больно тыгл очень много стаков два стака экзотик сейчас умрет да экзотик умирает ну и 3-3 уходит у нас сасу я бы сказал бежит дамы еще и пт закупает его счастлива с ним обходят здравствуй но там стык уже пропали таки пропали там было это п хорошо а я считаю что это почти в полонаро и это факт три четыре три четыре 19 9 а но есть и спокойно здесь нечистое фармит и уже скоро будет его огонь так вот а то есть файл вообще без мипа вот ну и команда не помню тоже имеет 2000 голды и более чем 2000 опытом неплохо а вот у наших вам в 33 уже через 1400 голды будет такой предмет как аганим ну так просто перефарм я думаю случится то что и случилось в прошлой игре не полно просто перефармили команду перти и та ничего уже не смогла сделать на самом деле тут и пик не особо понятный у команды кв ну вместо того чтобы взять адекватного флэнера они берут баланара хотя я вот немножко даже допустил ошибку в том что сказал с одной точки зрения нельзя так сказать почему у них есть мартрам мартра это очень сильный лейт и кто у нас кори ну мипа мипа не может всем закупить бкб по сути тогда что мипа легко задизейблить то есть ну да главное мипа ты не задизейблишь но тебе нужен хотя бы один мипа любой да да и шейкер влетает да и хаслэм он никак не может сделать себе иммунитет к маги да никак не может от этого защититься только вернуться и все мипа контролят мипа убивают мипа ничего не может взять кстати в 33 тем временем на боте сейчас появится проблема он ни о чем не подозревает но и фисурочка минус в 33 все прилетает сразу же сима прилетает по аладай но саша без проблем уходит на тп а вот супрема остается здесь вернули кстати тем временем брестонатов ну и минус т1 на топе что же 11 мы разменяли мипа хотя опять же плюс ушло у нас команда qwerty чуть но получилось больше чем команда mippon опять же тут видишь по пику если мипонут будет ждать 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 и на нее гонгать ничего не кутинс не будет просто будет фармить тогда команда qwerty в итоге выиграть да если не будем делать то же самое что они делали на прошлой карте то есть у них было преимущество тридцать тысяч на творца если не продолжат фармить не заходить на хайграунды кстати сверху драка у нас убивают да запирает на смарт-ру но видишь это игра на ошибках то есть нас там заходит мипа убивают его потому что он фармил в соло сейчас убили фантом ассасин потому что она тоже соло ходила ставится дезварп на анат сталкера минус сус и сразу же маякует на рошана похоже что на него будут идти командами повнет или нет просто экскалибур так активно маяковал вот они арканы и снизу в 33 ломает т1 аганим уже да они в инвизи на миде видит дизраптора подтягивается сюда команда миповнет и дизраптор отходит за т1 но будут ли нападать а нет стоит в арке все это прекрасно видел у нас ниша все таки будут хани видит хани каски в крипа но по барабану все равно убивать дизраптора одних касок хватило ночь и так была но волнар прожал еще и свою зачем непонятно уменьшить вижен но это такое ну да т1 тысячи снистики 1 ну то что у команды квартиры появляются проблемы с которыми они могут и не справиться кстати шейкер в этой игре получше у него уже есть эхо слэм с чем его и поздравляем ну а командами полных заходит на рошана и это видела команда квартир но они могут принять без проблем все есть их а слэм шторм в принципе забрать их можно и забрать их легко но видишь они все очень далеко так что наверное отдадут рошана да отдают они рошана отдают аэгис в 3 3 скорее всего не настоящий мипарь да забирает у нас мипа аэгис и сразу же на мид тут балонар бежать отсюда нужно срочно ему висп прилетает его могут поцепить и сразу же глипс так да и до свидания бристалл бэлк бристалл бэк да там на то пишут что попытались но не получилось тем временем пайлайда а я марта подцепляет хорошо полагает пытается вылазить еще но экзотика подходит все с ростом чекас очки но и пайлайда живет живет и на предметах данного может быть и попробовал быть с этим дир нет так смотрим что у нас по артефактам симба сэндж малибарда интересно так в 3-3 у нас с пт аканимом и аэгисом пайлайда собирает мекку бутылка и транквилы симба я называл вич доктор хани пт варды и на магнусе он сыграет экскалибур блинк бутылка и арканы так вот а сейчас мираж может завести большие проблемы у саши может идет нет не уходит ну и все да шикер умирает что прощение саши вот там еще и сеточка захватили сасу ну и сасу тоже предоставлено минус два от команды ми полноты и видно что то не пори не боятся добавивают командами полны не боятся тратить способности то есть два шекера тратили когда вар но чок его беречь Low end 80 секунд то есть видно что не держит какие-то массовые типа это и убили одного героя и на том хорошо кстати дизраптор что он несет варды несет и мипа мипа найдет тролля сеточка попадает сразу сюда 7 паре на супрема да большие проблемы но может еще уйти так стопоры нет тут без шансов супрем умирает да вот так вот наглая игра фармил чужие лисы поплатился за это тут тем временем командами полность заходит на т2 на миде остается еще одно т2 снизу после этой вышки я думаю перейдут именно туда там уже быстрее 3 во все пушит так что я не считаю что только минуту то так завезли сразу же лист саша и фессура но это ему не помогает ли саша умирает врывается в 33 на 100 суток 30 сейчас убитая египт живет еще не по нет то что убивают на эту дальше марта хорошо наркотом мира серпот а муха это десна просто развал минус 3 размен на аэгис сейчас будет минус т3 да увозят здесь и нас опять дезраптора сейчас они просто по 1 будет тп шкаться сюда вот залетает шейкер прикосновениях ослайм но никого там не было вот марта пытается убить по лайда не у нее получается он получает сеточку но они умирают и кгп командами помнят выигрывает третью карту мипо просто мипо ну сколько у нас 40 минут что прошлая игра 50 эту мы закончили за 17 39 команда не помнит выходит в одну четвертую где их уже ждет команда ашер а для вас эту эти две карты комментировал инженти и миквоин спасибо что смотрели да всем удачи всем всем удачи всем пока